Всем привет, друзья! Добро пожаловать на урок в новом формате. Мы будем читать. Чтение – это отличный способ значительно улучшить, увеличить свой словарный запас. Как видите, я в очках, у меня не очень хорошее зрение, поэтому приходится одевать очки, чтобы видеть все хорошо на экране. Что касается перевода. Дословный перевод хорош для понимания слов, но мы будем переводить более литературно, поскольку дословный перевод не всегда красиво звучит. Это мой первый урок в таком формате, поэтому, возможно, будут какие-то недочеты, недостатки. Напишите в комментариях ваши пожелания, замечания, чтобы я учла их в следующих уроках. Итак, начинаем. Наша книга, с которой мы будем работать, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Гарри Поттер и Sorcerer. Колдун – волшебник. Sorcerer's Stone – колдовской камень. Хотя, когда книга вышла в публикацию в Соединенных Штатах Америки, ее название было изменено на Harry Potter and the Philosopher's Stone и философский камень. В качестве небольшого вступления, автор указывает тех, кому она посвящает эту книгу. For Jessica, who loves stories. Для Джессики, которая любит истории. For Anne, who loved them too. Для Anne, которая также их любила, обожала. And for D, who heard this one first. И для D, которая услышала эту историю в первой. Первая глава. The boy who lived. Мальчик, который выжил. Mr. and Mrs. Dursley of number 4, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. Mr. and Mrs. Dursley, также я придерживаюсь того, что как фамилия, имя звучит в английском языке, так мы и будем их произносить. Итак, Mr. and Mrs. Dursley of number 4, из номера 4. Ну, по контексту, из дома номер 4. Privet Drive. Берючиновый въезд. Берючиновая аллея. Privet. Берючина. Кустарник, который часто используется в Англии в качестве живой изгороди для частных домовладений. We are proud to say that they were perfectly normal. Были горды сказать, что они были perfectly normal. Абсолютно нормальными. Совершенно нормальными. Thank you very much. Слава Богу. Они были последними, последними людьми. You'd expect, от которых вы могли бы ожидать, что они to be involved in, которые могли бы быть вовлечены in anything strange, во что-то странное, or mysterious, или таинственное, мистическое, загадочное. Итак, они были последними людьми, от которых можно было ожидать, что они будут вовлечены во что-то странное, или загадочное, мистическое. Потому что они просто didn't hold with, не поддерживали, не одобряли such nonsense. Мистер Дарсли был директором фирмы, которая называлась Гранинс, which made drills, которая делала или изготовляла сверла. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. He was, он был большим, beefy man, мускулистым, мясистым мужчиной, with hardly any neck, у которого едва ли была шея, едва ли ее можно было увидеть, едва ли она угадывалась. Although he did have a very large mustache, хотя он точно имел очень большие усы. Миссис Дарсли was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful, as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. Итак, миссис Дарсли was thin and blonde, была худой блондинкой, and had nearly twice the usual amount of neck, и у нее была шея вдвое больше обычной шеи. А мы переведем в два раза длиннее. Посмотрим дальше, почему. Which came in very useful, которая оказалась очень полезной. As she spent so much of her time, поскольку она проводила так много своего времени, вытягивая шею через garden fences, через садовые заборы, садовые ограды. У Дарсли был маленький сын, которого звали Дадли. And in their opinion, и по их мнению, there was no finer boy anywhere. Нигде не было мальчика лучше. The Darsley's had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. У Дарсли было все, чего они хотели. Но также у них был секрет. And their greatest fear. И их самым большим страхом было то, что somebody would discover it. Кто-то узнает о нем, обнаружит этот секрет. They didn't think they could bear it. Они не думали, что они могут вынести это. Если кто-то узнает о поттерах. Mrs. Potter was Mrs. Darsley's sister, but they hadn't met for several years. In fact, Mrs. Darsley pretended she didn't have a sister, because her sister and her good-for-nothing husband were as undarsleyish as it was possible to be. Итак, Mrs. Potter была сестрой Mrs. Darsley. Но они не встречались, не виделись на протяжении нескольких лет. In fact, фактически, на самом деле, Mrs. Darsley pretended she didn't have a sister. Mrs. Darsley притворялась, что у нее нет сестры. Because her sister, потому что ее сестра and her good-for-nothing, никчемный, ни на что негодящийся, непутевый муж, were as undarsleyish as it was possible to be. Они были настолько далеки или отличались от Darsley, насколько это было возможно. The Darsley's shuddered to think what the neighbors would say if the porters arrived in the street. Darsley содрогались при мысли. Shuddered to think. Содрогались при мысли. Что соседи, что скажут соседи if the porters arrived in the street. Если поттеры появятся на улице. Если буквально, то если поттеры прибудут на улицу. То есть появятся возле их дома, скорее всего. The Darsley's knew. Darsley знали. That the porters had a small son. Что у поттеров был маленький сын. But they had never even seen him. Но они даже никогда не видели его. This boy was another good reason for keeping the porters away. Этот мальчик был another good reason. Еще одной хорошей причиной или хорошим поводом чтобы держаться от поттеров подальше. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Они не хотели, чтобы Dudley mixing with... Мы переведем пересекался с child like that. С таким ребенком. When Mr. and Mrs. Darsley woke up on the doll gray Tuesday, our story starts. Мы переведем с конца этой части. Итак, our story starts. Наша история начинается... When, когда Mr. and Mrs. Darsley woke up, проснулись on the doll, скучным gray Tuesday, серым вторником. There was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Итак, на облачном небе за окном... Cloudy sky outside... На cloudy, облачном, пасмурном небе за окном... Cloudy sky outside... Не было ничего, что бы предполагало, предвещало to suggest... That strange, что странные and mysterious things и мистические таинственные вещи would soon be happening all over the country. Скоро будут случаться или происходить по всей стране. Mr. Darsley hummed as he picked out his most boring tie for work And Mrs. Darsley gossiped away happily as she wrestled a screaming dudley into his high chair. Mr. Darsley hummed Мистер Дарсли напевал, hummed или мурлыкал что-то себе под нос As he picked out В то время, когда он выбирал, picked out His most boring tie for work Свой самый скучный галстук для работы And Mrs. Darsley gossiped away happily И миссис Дарсли счастливо сплетничала Gossiped away as she wrestled a screaming dudley into his high chair В то время, когда она Усаживала, то есть боролась с Вопящим, кричащим дадли Screaming dudley И она что делала? Wrestled a screaming dudley into Усаживала кричащего дадли Into his high chair В его высокий стул None of them noticed a large, tiny owl Flutter past the window Никто из них не заметил Большую или крупную Tiny owl Рыжевато-коричневую Сову Flutter past the window Flutter Летать Порхать Flutter past the window Пролетающую мимо окна At half past eight В половине девятого Mr. Dursley picked up his briefcase Mr. Dursley взял свой чемодан Packed Mrs. Dursley on a cheek Packed Чмокнул Packed Mrs. Dursley on a cheek Чмокнул Mrs. Dursley в щеку And tried to kiss Dudley goodbye И попытался поцеловать Дадли на прощание But missed Но промахнулся У него это не получилось Because Dudley was now having a tantrum And throwing his cereal at the walls Because Потому что Dudley was now having a tantrum Потому что у Дадли В это время была истерика Having a tantrum Он имел истерику And throwing his cereal at the walls И разбрасывал кашу По стенам Little tike Chortled Mr. Dursley As he left the house Little tike Маленький проказник Маленький шалун Chortled Mr. Dursley Хихикнул Chortled Хихикнул Радостно фыркнул Mr. Dursley As he left the house Выходя из дома He got into his car Он сел в свою машину And Backed out И отъехал Of number 4th drive От въезда К дому номер 4 It was on the corner of the street That he noticed The first sign Of something peculiar A cat Reading a map It was on the corner Of the street Это было на углу улицы That he noticed The first sign Of something peculiar Когда он заметил Первый признак Чего-то peculiar Необычного Своеобразного Особого Специфического A cat Reading a map Кота Читающего карту For a second Mr. Dursley Didn't realize What he had seen Then he jerked his head around To look again For a second На секундочку Mr. Dursley Didn't realize What he had seen Mr. Dursley Не понял Что он увидел Then he jerked His head around To look again There was a tabby cat Standing on a corner Of Privy Drive But there wasn't A map inside There was a tabby cat Там был Tabby cat Tabby Полосатый Полосатый кот Standing on the corner Of Privy Drive Который стоял На углу Privy Drive But there wasn't A map inside Но Карты не было В поле зрения То есть Карты не было видно Inside В поле зрения What could he have been Thinking of? О чем он мог думать? It must have been A trick of the light Это должно быть Была игра света Trick of the light Mr. Dursley blinked And stared at the cat Mr. Dursley blinked Моргнул And stared at the cat И уставился на кота It stared back Кот уставился в ответ As Mr. Dursley drove around the corner And up the road He watched the cat in his mirror Он наблюдал за котом в своем зеркале It was now reading the sign That said Privy Drive No Looking at the sign Cats couldn't read maps or signs It was now reading the sign Сейчас он То есть кот Читал Знак или указатель That said Privy Drive На котором было написано Privy Drive Берющий новый въезд Нет No Looking at the sign Нет Смотрел на указатель Cats couldn't read maps or signs Коты не могли Не умели читать карты Или знаки Указатели Mr. Dursley gave himself a little shake And put the cat out of his mind Mr. Dursley gave himself a little shake Немного встряхнулся And put the cat out of his mind И выбросил кота из головы As he drove over town He thought of nothing Except a large order Of drills He was hoping to get that day As he drove over town Пока он ехал в город He thought of nothing Он не думал ни о чем Except a large order of drills За исключением большого заказа на сверла He was hoping to get that day Который он надеялся получить в этот день But on the edge of town Drills were driven out of his mind By something else But on the edge of town Но на въезде в город Или на окраине города Drills were driven out of his mind Сверла были вытеснены из его головы By something else Чем-то еще As he sat in the usual morning traffic jam He couldn't help noticing That there seemed to be a lot of strangely dressed people about As he sat in the usual morning traffic jam В то время, когда он находился В своей обычной утренней пробке He couldn't help noticing Он не мог не заметить Выражение Couldn't help doing something Не мог не сделать что-то Не мог не заметить That there seemed to be a lot of strangely dressed people about Что казалось, там было много странно одетых людей вокруг People in cloaks Людей в мантиях Итак Мистер Дарсли couldn't bear Не мог переносить Людей, одетых в смешные одежды Или, возможно, funny Так же переводится как странный Странные одежды Смешные, забавные или странные Прикид, которые вы видели на молодых людях Он предположил Что это была какая-то глупая New fashion Новая мода He drummed his fingers on the steering wheel And his eyes fell on the huddle of this weirdos Standing quite close by He drummed his fingers Он барабанил пальцами on the steering wheel По рулю По рулю Steering wheel Руль And his eyes fell on И его взгляд упал на A huddle of this weirdos Huddle На толпу Его взгляд упал на толпу Of these weirdos Этих чудаков Standing quite close by Которые стояли довольно-таки близко They were whispering excitedly together Они воодушевленно, взволнованно о чем-то перешептывались Mr. Dursley was enraged To see that a couple of them weren't young at all Mr. Dursley was enraged Был рассержен Был разъярен Тем, что увидел To see that Тем, что увидел That a couple of them weren't young at all Что пара из них Были совсем не молодыми Why? That man had to be older than he was And wearing an emerald green cloak Why? Почему? That man had to be older than he was Тот человек, тот мужчина Должно быть старше, чем он And wearing an emerald green cloak И был одет В изумрудную зеленую мантию The nerve of him Интересное выражение The nerve of him Какая наглость с его стороны But then it struck, Mr. Dursley That this was probably some silly stunt This people were obviously collecting for something Yes, that would be it But then it struck, Mr. Dursley Но потом Mr. Dursley пришло в голову That this was probably some silly stunt Что, возможно, это была какая-то silly stunt Глупая шутка Глупый трюк Глупый фокус These people were obviously collecting for something Очевидно, эти люди Собирали на что-то Yes, that would be it Да, скорее всего так Скорее всего так и было The traffic moved on And a few minutes later Mr. Dursley arrived in the Kranins parking lot His mine back on drills The traffic moved on Движение продолжилось And a few minutes later И несколькими минутами спустя Mr. Dursley arrived in the Kranins parking lot Mr. Dursley прибыл на парковку Своей фирмы Granins His mine back on drills И его мысли вернулись к сверлам Mr. Dursley always sat with his back to the window In his office on the ninth floor Итак, Mr. Dursley always sat with his back to the window Всегда сидел спиной к окну In his office В своем офисе On the ninth floor На девятом этаже If he hadn't Если бы это было не так Если бы он этого не делал He might have found it harder To concentrate on drills that morning Возможно, ему было бы сложнее, труднее Он нашел бы это более трудным To concentrate on drills this morning Сосредоточиться на сверлах этим утром He didn't see the owls Swapping past in broad daylight Though people down in the street did They pointed and gazed open-mouthed As owl after owl sped overhead He didn't see the owls Swapping past in broad daylight Он не видел сов Swapping past Проносящихся мимо In broad daylight Хорошее выражение In broad daylight Средь бела дня Though people down in the street did Хотя люди, которые находились внизу на улице Видели They pointed Они указывали носов Указывали, возможно, пальцем And gazed open-mouthed Gazed Пристально всматривались Пристально смотрели Open-mouthed С открытыми ртами Is owl after owl sped overhead Как сова за совой Проносились над головой Most of them had never seen an owl Even at night time Most of them Большинство из них Большинство из этих людей Had never seen an owl Никогда не видели Сову Even at night time Даже в ночное время Mr. Darsley, however Had a perfectly normal Owl-free morning Mr. Darsley, however Но Mr. Darsley Had a perfectly normal У него было Абсолютно нормальное Owl-free morning Утро без сов He yielded at five different people Он накричал Наорал На пятерых разных людей He made several important telephone calls And shouted a bit more He made several important telephone calls Он сделал несколько важных Телефонных звонков And shouted a bit more И накричал еще немного He was in a very good mood Until lunch time When he thought He'd stretch his legs And walk across the road To buy himself a bun From the bakery He was in a very good mood Он был в очень хорошем настроении Until lunch time До обеда When he thought Когда он подумал He'd stretch his legs Что он разомнет ноги And walk across the road И пойдет через дорогу To buy himself a bun From the bakery Купить себе булочку В булочной He'd forgotten All about the people in clocks Until he passed A group of them Next to the bakers He'd forgotten Он забыл До этого уже забыл All about the people in clocks Все забыл о людях Мантиях Until he passed A group of them До тех пор Пока он не прошел Мимо группы этих людей Next to the bakers Которые находились Рядом с булочной He'd eyed them angrily As he passed Он сердито Окинул их взглядом Проходя мимо них As he passed He didn't know why But they made him uneasy Он не знал почему But No They made him uneasy Но они заставляли его Чувствовать себя неловко Uneasy Неловко Неспокойно Тревожно This bunch Were whispering excitedly Too And he couldn't see A single collecting team This bunch Это толпа Это группа людей Were whispering excitedly Too Также excitedly Взволнованно Воодушевленно О чем-то шептались And he couldn't see A single collecting team И он не видел Никакой Банки Или урны Для сбора It was on his way back Past them Clutching a large donut In a bag That he caught a few words Of what they were saying It was on his way back Past them На обратном пути Когда он проходил Мимо них Clutching a large donut Not in a bag Хватая большой пончик В сумку That he caught a few words Of what they were saying Именно тогда он Уловил Несколько слов Из того О чем они говорили The potters That's right That's what I heard The potters Поттеры That's right Да, это так That's what I heard Это то, что я слышал Yes, their son Harry Да, их сын Гарри Mr. Darsley stopped dead Mr. Darsley замер Замер на месте Fear flooded him Страх переполнил его He looked back At the whispers As if he wanted To say something To them But thought Better of it He looked back At the whispers Он посмотрел То есть обернулся На шептунов Те, которые шептались As if he wanted To say something To them Как будто он хотел Что-то сказать им But thought Better of it Хорошее выражение Thought better of it Передумал Но он передумал He dashed back Across the road Hurried up to his office Snapped at his secretary Not to disturb him Seized his telephone And had almost finished Dialing his home number When he changed his mind Итак, длинное предложение He dashed back Across the road Он помчался назад Через дорогу Hurried up to his office Поспешил к своему офису Snapped at his secretary Not to disturb him Snap Огрызаться Рявкнуть Что-то буркнуть Рявкнул своему секретарю Not to disturb him Не тревожить его Seized his telephone Схватил Свой телефон And had almost finished Dialing his home number И почти уже закончил набирать Свой домашний номер телефона When he changed his mind Когда Передумал И изменил свое решение He put the receiver back down And stroked his mustache Thinking Now he was being stupid He put the receiver back down Он положил трубку назад And stroked his mustache И погладил свои усы Thinking Думая No, нет He was being stupid Он был глупым Potter wasn't such an unusual name Поттер Не было такой уж необычной фамилии He was sure There were lots of people Called Potter Who had a son called Harry He was sure Он был уверен There were lots of people Called Potter Было много людей Которых звали То есть у которых Была фамилия Поттер Who had a son called Harry У которых был сын Которого звали Гарри Come to think of it He wasn't even sure His nephew was called Harry Come to think of it Если подумать Если задуматься He wasn't even sure Он даже не был уверен His nephew was called Harry Что его племянника Звали Гарри He'd never even seen the boy Он даже никогда не видел мальчика It might have been Harvey Возможно, его звали Харви Не было смысла В том, чтобы беспокоить Миссис Дарсли Она всегда становилась такой Огорченной При любом упоминании О своей сестре He didn't blame her If he'd had a sister like that But all the same Those people in cloaks He didn't blame her Он не винил ее Blame Винить If he'd had a sister like that Если бы у него была такая сестра But all the same Но все равно All the same Those people in cloaks Те люди в мантиях He found it a lot harder To concentrate on drills That afternoon And when he left the building At five o'clock He was still so worried That he walked straight Into someone Just outside the door He found it a lot harder Ему было намного труднее Он находил это Намного более трудным To concentrate on drills Сосредоточиться на сверлах That afternoon В тот день Или, возможно, во второй половине дня And when he left the building At five o'clock И когда он выходил из здания В пять часов He was still so worried Он был все еще таким взволнованным That he walked straight Into someone Just outside the door Что он прямиком Натолкнулся на кого-то Просто за дверью Просто выходя из двери Sorry, he grunted As the tiny old man Stumbled and almost fell Sorry, he grunted Извините Пробурчал он As the tiny old man Когда крошечный старичок Stumbled Споткнулся And almost fell И почти упал It was a few seconds before Mr. Dursley realized That the man was wearing A violet cloak It was a few seconds before Несколькими секундами до этого Mr. Dursley realized Mr. Dursley понял That the man was wearing a violet cloak Что этот человек был одет Фиолетовую мантию He didn't seem at all upset That had been almost knocked To the ground Казалось, что он Совсем не был огорчен Тем, что Almost knocked To the ground Что его практически Сбили с ног On the contrary Наоборот His face split into a white smile And he said in a squeaky voice That made passerby stare Don't be sorry, my dear sir For nothing could upset me today Rejoice, for you know Who has gone at last Итак, on the contrary Наоборот His face split into a white smile Его лицо расплылось В широкой улыбке And he said in a squeaky voice И он сказал скрипучим голосом That made passerby stare Что заставило прохожего stare Внимательно посмотреть на него Don't be sorry, my dear sir Не извиняйтесь, мой дорогой sir Мой дорогой господин For nothing could upset me today Потому что Ничто не может огорчить меня сегодня Rejoice Возрадуйтесь Ликуйте For you know who Потому что Сами знаете кто Has gone at last Наконец-то исчез Even muggles like yourself Should be celebrating This happy, happy day Даже муглы Такие как вы Should be celebrating Должны праздновать This happy, happy day Это счастливый, счастливый день And the old man hugged Mr. Dursley around the middle And walked off И старичок Hugged Обнял Mr. Dursley around the middle За талию And walked off И ушел Mr. Dursley stood rooted to the spot Mr. Dursley стоял как вкопанный He had been hugged by a complete stranger Его обнял Абсолютно незнакомый человек Незнакомец He also thought He had been called a muggle Whatever that was He also thought Он также подумал He had been called a muggle Его назвали муглом Whatever that was Что бы это ни было Что бы это ни значило He was rattled Он был потрясен Или напуган He hurried to his car And set off for home Hoping he was imagining things Which he had never hoped before Because he didn't approve Of imagination He hurried to his car Он поспешил к своей машине And set off for home И отправился домой Hoping he was imagining things Надеясь, что он просто вообразил Это было его воображение Он вообразил все эти вещи Which he had never hoped before На что он никогда прежде не надеялся Because he didn't approve of imagination Потому что он не одобрял воображение As he pulled into the driveway Of number four The first thing he saw And it didn't improve his mood Was the tabby cat He'd spotted that morning As he pulled into the driveway Когда он подъехал к дому Номер четыре The first thing he saw Первое, что он увидел And it didn't improve his mood И это не улучшило его настроение Was the tabby cat Был полосатый кот He'd spotted that morning Которого он заметил Этим утром It was now sitting on his garden wall Сейчас он сидел На ограде сада He was sure It was the same one It had the same markings Around its eyes He was sure Он был уверен It was the same one Это был тот же самый кот It had the same markings Around its eyes У него были те же отметины Вокруг глаз Shoo Said Mr. Darsley loudly Shoo Сказал Mr. Darsley громко То есть попытался прогнать кота The cat didn't move Кот не двинулся Не двинулся с места It just gave him a stern look Он просто окинул его Строгим взглядом Или, возможно, суровым взглядом What is normal cat behavior? Разве это обычное поведение для кота? Mr. Darsley wondered Mr. Darsley был озадачен Trying to pull himself together He led himself into the house Пытаясь собраться He led himself into the house Он зашел в дом He was still determined Not to mention anything Ничего не упоминать To his wife Своей жене То есть ни о чем не говорить Своей жене Mrs. Darsley had had a nice, normal day У Mrs. Darsley был Хороший, обычный день She told him over dinner All about Mrs. Nextdoor's problems with her daughter And how Dudley had learned a new word Want She told him over dinner А за ужином А за ужином она рассказала ему All about Mrs. Nextdoor's problems with her daughter Она рассказала ему за ужином Все о проблемах соседки с ее дочерью And how Dudley had learned a new word Want И как Dudley выучил новое слово Want Не буду Mr. Darsley tried to act normally Mr. Darsley старался вести себя обычно Обычным образом When Dudley had been put to bed He went into the living room In time to catch the last report On the evening news When Dudley had been put to bed Когда Dudley уложили в кровать He went into the living room Он пошел в гостиную In time to catch the last report Как раз вовремя, чтобы послушать Последний репортаж вечерних новостей And finally, bird watchers everywhere Have reported that the nation's owls Have been behaving very unusual today And finally И, наконец, bird watchers everywhere Bird watchers мы переведем орнитологи Орнитологи везде Have reported that Сообщали, что The nation's owls Что совы в стране Have been behaving very unusual today Вели себя очень необычным образом сегодня Although owls normally hunt at night And are hardly ever seen in daylight There have been hundreds of sightings of these birds Flying in every direction since sunrise Although owls normally hunt at night Хотя совы обычно охотятся ночью And are hardly ever seen in daylight Их едва ли увидишь в дневное время They have been hundreds of sightings Были сотни наблюдений of these birds Этих птиц Flying in every direction since sunrise Которые летали во всех направлениях Since sunrise С восхода солнца Experts are unable to explain Why the owls have suddenly changed their sleeping pattern The newscaster allowed him a green Диктор Newscaster Позволил себе Усмешку Улыбку Most mysterious Самое загадочное And now over to Jim McGuffin With the weather А сейчас Мы обращаемся к Джиму Магаффину По поводу погоды Going to be any more showers whilst tonight, Джим Нам стоит ожидать Еще больше совиных ливней Сегодня вечером Джим Well, Ted Said the weatherman Ну, Ted Сказал метеоролог I don't know about that But it's not only the owls That have been acting oddly today I don't know about that Не знаю насчет этого But it's not only the owls Но не только совы That have been acting oddly today Вели себя странно в этот день Viewers as far apart As Kent, Yorkshire and Dundee Have been fighting in To tell me that Instead of the rain I promised yesterday They've had a downpour Of shooting stars Viewers as far apart As Kent, Yorkshire and Dundee Зрители Из таких отдаленных мест Как Kent, Yorkshire and Dundee Have been fighting in To tell me Звонили, чтобы сказать мне That instead of the rain I promised yesterday Что вместо дождя Который я вчера обещал They've had a downpour Of shooting stars У них был ливень Из падающих звезд Perhaps people have been celebrating Bonfire night early It's not until next week, Fox Perhaps people have been celebrating Возможно, люди праздновали Bonfire night Ночь костров Early, рано It's not until next week Она будет только на следующей неделе Fox, господа But I can promise A wet night tonight Но могу пообещать Мокрую или влажную ночь Сегодня Mr. Dursley sat frozen in his armchair Mr. Dursley замер в своем кресле Shooting stars all over Britain Падающие звезды по всей Великобритании Owls flying by daylight Совы летающие днем Mysterious people in clocks all over the place Таинственные люди в мантиях По всей стране или везде And a whisper A whisper about the potters И шепот Шепот Шептание Перешептывание О поттерах Mrs. Dursley came into the living room Carrying two cups of tea Mrs. Dursley зашла в гостиную Держа в руках две чашки чая It was no good Это было нехорошо He'd have to say something to her Ему надо было что-то ей сказать He cleared his throat nervously Он нервно прочистил горло Или можем перевести Cleared his throat Откашлялся Petunia, dear You haven't heard from your sister lately, have you? Ммм, Petunia, дорогая Ты не слышала о своей сестре За последнее время Так же? As he had expected Mrs. Dursley looked shocked and angry И как он ожидал As he had expected Mrs. Dursley looked shocked Mrs. Dursley выглядела шокированной And angry И злой After all They normally pretended She didn't have a sister After all В конце концов They normally pretended She didn't have a sister Они обычно притворялись Что у нее нет сестры No She said sharply Нет Сказала она резко Why? А что? Funny stuff on the news Mr. Dursley mumbled Забавные вещи Или, возможно, funny Странные Funny stuff Странные вещи Что-то странное On the news По новостям Mr. Dursley mumbled Промямлил Mr. Dursley Owls Shooting stars And there were a lot of funny looking people in town today Owls Совы Shooting stars Падающие звезды And there were a lot of funny looking people in town today И сегодня в городе было много Забавно одетых людей Или, возможно, странно одетых людей So, snapped Mrs. Dursley И Резко ответила Или Рявкнула Буркнула Mrs. Dursley Well, I just thought Maybe It was something to do with You know Her crowd Well, I just thought Ну, я просто подумал Maybe Возможно It was something to do with Возможно Это имело Какое-то отношение К You know Ну, ты знаешь Her crowd Ее компании Mrs. Dursley Sipped her tea Through pursed lips Mrs. Dursley Хлебнула чай Через поджатые губы Или поджатыми губами Mr. Dursley Wondered Whether he dared Tell her He'd heard The name Potter Mr. Dursley Wondered Было задачен Он задавался вопросом Whether he dared Tell her Стоило ему Говорить ей He'd heard The name Potter Что он слышал Фамилию Поттер He decided He didn't dare И он решил Что не стоило Instead He said As casually As he could Вместо этого Он сказал Настолько Непринужденно Насколько Он мог Their son He'd be about Dulley's age now Их сын Он примерно Одного возраста С Dulley Wouldn't he Не так ли? I suppose so Said Mrs. Dursley Stifley I suppose so Думаю, что да Said Mrs. Dursley Stifley Сказала Stifley Сухо Сказала Сухо Mrs. Dursley What's his name again? Howard, isn't it? What's his name again? Напомни его имя Howard Говард Так? Nasty Common name If you ask me Gary Nasty Отвратительное Common name Заурядное Имя If you ask me По-моему Oh, yes Said Mr. Dursley His heart Sinking horribly Yes I quite agree О, да Oh, yes Сказал Mr. Dursley His heart Sinking horribly Его сердце Бешено Колотилось Yes I quite agree Да Я полностью Согласен Quite agree Полностью Согласен He didn't say another word On his subject As they went upstairs to bed Он не сказал больше ни слова Об этом On his subject As they went upstairs to bed Когда они поднимались в спальню Когда они поднимались спать While Mrs. Dursley was in the bathroom Mr. Dursley crept to the bedroom window And peered down into the front garden While Mrs. Dursley was in the bathroom В то время, когда Mrs. Dursley была в ванной Mr. Dursley crept to the bedroom window Mr. Dursley Прокрался Или подкрался Пробрался К bedroom window К окну спальни And peered down И посмотрел вниз Into the front garden На сад Перед домом The cat was still there Кот все еще был там It was staring down privy drive As though it were waiting for something It was staring down privy drive Он пристально вглядывался в улицу As though it were waiting for something Как будто он чего-то ожидал Was he imagining things? Это все ему привиделось? Could all this have anything to do with the potters? Могло ли это все иметь что-то общее с поттерами? То есть иметь отношение к поттерам? If it did Если да If it got out That they were related to a pair of Well, he didn't think he could bear it If it got out Если выяснится That they were related to a pair of Что это все имело отношение к этой паре Well, no He didn't think he could bear it Он не думал, что он мог вынести это The Darsley's got into bed Darsley улеглись в кровать Mrs. Darsley fell asleep quickly But Mr. Darsley lay awake Turning it all over in his mind Итак Mrs. Darsley fell asleep Mrs. Darsley fell asleep Заснула Quickly Быстро Быстро заснула But Mr. Darsley lay awake Но Mr. Darsley лежал без сна Не спал Turning it all over in his mind Прокручивая все это в голове His last comforting thought Before he fell asleep Was that even if the porters were involved There was no reason for them To come near him and Mrs. Darsley His last Его последний comforting thought Успокаивающий мыслью Before he fell asleep Перед тем, как он уснул Was that even if the porters were involved Было то, что даже если Поттеры были вовлечены То есть имели к этому отношение There was no reason for them To come near him and Mrs. Darsley У них не было повода Чтобы прийти к нему и Mrs. Darsley The porters knew very well Поттеры очень хорошо знали What he and Petunia Что он и Petunia Thought about them and their kind Думали о них и подобных им He couldn't see how he and Petunia Could get mixed up In anything that might be going on He yawned and turned over It couldn't affect them He couldn't see how he and Petunia Он не видел, как он и Petunia Could get mixed up Могли пересекаться In anything that might be going on С чем-то, что могло происходить He yawned Он зевнул And turned over И повернулся It couldn't affect them Это не могло повлиять на них How very wrong he was Как же он ошибался На сегодня закончим Друзья, это был мой первый опыт В проведении уроков такого формата Уроков чтения Напишите ваши пожелания, замечания Жду ваши комментарии Я обязательно их все прочитаю Друзья, если вам нравятся мои уроки Поддержите мой канал лайком Подпиской Это очень важно Поскольку лайки и подписка Они помогают каналу продвигаться Продвигаться в топ Это очень важно Поскольку так действуют алгоритмы YouTube Буду очень благодарна И на сегодня все Мы прощаемся И встретимся в следующих видео уроках Пока-пока